Стихийная свалка между улицами Доргомышского и Бородина образовалась еще в начале осени. Сначала кто-то из местных жителей вынес туда сломанный диван. После субботников сверху навалили ветки и листву. Дальше куча росла, как снежный ком. Этот именно мусор два месяца, точно если не больше. А так у нас это все постоянно. Это сейчас мы видим здесь ветки. Под этими ветками мы можем обнаружить также мешки с картошкой, мешки с листьями. Просто там мусор домашний, когда ящики были полные, их просто бросают на улицу. Также много мебели старой. Мусор жильцы ближайших домов сваливают рядом с узким выездом из гаражей. Свалка мешает не только владельцам машин, но и служебному транспорту. Скорая приезжала, она остановилась и побежала вон к седьмому дому. К седьмому дому остановилась, а вдруг надо кого-то нести. А приезжают девушки, они как понесут. А машина не проехала. Здесь вот загорожено. Вдобавок мусорка под открытым небом привлекает внимание хулиганов. Одно из ЧП могло закончиться пожаром. Огонь вовремя затушили благодаря бдительным жильцам ближайшего дома. Желтый ящик один сгорел уже полностью. И огонь мог перейти на крышу. А там машина. Жители считают, вывозить кучу мусора задача биотехнологий. Но такая обязанность, по словам гендиректора компании, в договор ТКО не входит. Тот мусор, который лежит рядом с контейнером, это мусор, который не относится к твердым коммунальным отходам из жилищ. Обязанность вывоза этого мусора, она лежит на собственных земельных участках. Ну, в данном случае на муниципалитете. Мы связались с администрацией города Владимира. Там о проблеме жильцов не знали. Сумели оперативно помочь. На данный момент мусор уже вывезен. С оговоркой на будущее, что часть отходов жители должны были утилизировать своими силами. Впредь жители, особенно что касается данной кучи мусора с ветками, с растительными отходами, жители, убирая такой мусор со своих, скажем, придомовых территорий, должны заказывать соответствующую емкость, ну, лодка это в простонародье называется, для того, чтобы этот мусор придать складировать, и его потом вывезли. Делается это в том числе с придомовой территории через управляющую организацию. Также в мэрии Владимира отметили, жильцы для удобства могут заменить отдельно стоящие мусорные баки на полноценные контейнерные площадки. Для этого им нужно обратиться в свою управляющую компанию. Алексей Дудин, Дмитрий Базаров, Татьяна Семенова.